На сцене Дмитрий Ананьев. Компания Мамба. С докладом. Практические вопросы использования NoSQL в высоконагруженном проекте. Встречайте! Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Дмитрий Ананьев. Я работаю в компании Мамба. Сегодня я хочу рассказать вам о том, какие NoSQL-решения мы используем в Мамбе. Как именно используем, с какими проблемами сталкивались, а также поговорим о ряде сопутствующих вопросов. Почему возникла необходимость использовать NoSQL? Давайте посмотрим на примере одного из наших сервисов. Сервис мессенджера — это сервис личной переписки. Вот представьте, у нас полсотни MySQL-серверов, причем под довольно существенной нагрузкой. База данных горизонтально масштабирована в виде шардинга. На каждый сервер идет порядка 350 запросов в секунду. Но четверть всех запросов идут на работу со счетчиками сообщений. У нас есть сообщения, они группируются по контактам, контакты группируются по папкам. Вот у каждой папки отображается количество непрочитанных сообщений. Посмотрите, какие запросы при этом выполняются. Это же обычный инкремент и гет по ключу. Зачем именно гружать базу данных, MySQL в частности? С этим же прекрасно справится MySQL. Так вот, именно от этих запросов мы и хотели избавиться. Дело в том, что у нас аудитория постоянно растет. И вот при этом наши MySQL-сера уже переставали справляться с нагрузкой. Ну не так хорошо, по крайней мере. Поэтому это имело смысл. Итак, мы начали искать такое NoSQL-хранилище, которое бы позволяло нам, которое бы удовлетворяло нашему профилю нагрузки. Ну, конечно, с одной стороны мы могли взять тупо memcache, но дело в том, что он мало того, что не персистентный, так и хранит все данные в памяти. А при нашем профиле нагрузки как раз это было лишнее, потому что большая часть данных была не востребована. Дело в том, что у нас в онлайне сидит порядка 1% пользователей. Ну и, естественно, они общаются преимущественно между собой. На тот момент на рынке уже было несколько решений. NoSQL. Ну вот посмотрите, memcache нам сразу не подходил, как я сказал. Он уже был не персистентный и к тому же RAM-only. Redis прекрасно справлялся с персистентностью, но, однако, он тоже был RAM-only. А вот такие решения, как memcache, db и tokyo.tiron прекрасно нам подходили. Они были и персистентные, и позволяли использовать базу данных размером больше, чем RAM. Как мы тестировали? Мы взяли инструмент с названием Brutis. Он написан на PHP, поэтому это очень гибкое решение, оно легко расширяется под свои нужды. Мы запускали его на 30 серверах, на каждом сервере в 30 потоков и выдерживали нагрузку примерно 30 минут. Нагрузка подбиралась, исходя из характера нагрузки на сам сервис. Ну вот нагрузку на мессенджер вы сейчас видите на слайде. Под нее и рассчитывалось. Результаты тестирования показали, что memcache db не очень хорошее решение, но оно нам не очень подходит, по крайней мере. Дело в том, что при частой записи, во время синка данных на диск, быстродействие у него очень сильно падает, ну где-то раз в 100. Toki-Tiron не показал, конечно, каких-то заоблачных результатов, но тем не менее он довольно легко справлялся с нагрузкой в 10 тысяч чтений в секунду и 5 тысяч записей в секунду. Поговорим немного о деталях реализации. Дело в том, что во время тестирования Toki-Tiron выяснился один неприятный момент. При отключении сервера из розетки вся база данных терялась. Но мы не растерялись, мы решили заткнуть эту дыру архитектурно. Сейчас объясню как. Мы взяли два сервера. На каждом из них подняли по два демона Toki-Tiron, мастер и слейв. При этом слейв одного сервера брал данные с мастера другого сервера. Сами запросы мы отправляли только в мастер сервера. Мы, естественно, использовали шардинг для этого. Со слейвов делался только бэкап. Это довольно хорошо повышало отказоустойчивость. Например, при отказе одного жесткого диска нас спасало зеркалирование. При отказе целого сервера нас спасала перекрестная репликация. Мы, в общем-то, ко всему были готовы, но только не к этому. Да, у нас упали сразу оба сервера. Два раза. Так вот, на самом деле ситуация очень простая. Кто-то убирал там, мыл полы, выдернул розетку. Одна стойка у нас упала по питанию. Мы, естественно, переставили сервер в соседнюю стойку. Потом вырубилось электричество во всем дата-центре. Так что стало очевидно, нам нужно искать какое-то новое скейл-решение. Потому что тогда мы потеряли всю базу, пришлось откатываться на последнюю точку бэкапа. Но это не очень хорошо каждый раз делать. На тот момент на рынке уже существовало достаточно большое количество новой скейл-решений. Но, на самом деле, с одной стороны, они были несколько сложны для наших задач и в основном избыточны. К счастью, именно в это время разработчик Tokyo Tirant выпускает, ну, точнее, он проделывает работу над ошибками и выпускает улучшенную версию Tokyo Tirant, называет ее Kyoto Tikun. Ну, мы решили не изобретать велосипед и дать второй шанс. Каковы основные отличия Kyoto Tikun от Tokyo Tirant? Ну, во-первых, конечно, теперь уже база данных была консистентной, даже при падении сервера. Мы сами производили тестирование, мы нагружали очень сильно сервер, подходили и прямо дергали из розетки. Нормально все сохранялось. Да, наученный горьким опытом. Ну, также, кроме этого, у него была выше скорость, уменьшились накладные расходы на запись данных. Правда, поменялся протокол, вместо старого МКШа теперь используется HTTP. Кроме этого, у него появился удобный интерфейс, и можно было расширять функционал Kyoto Tikun с помощью плагинов, в том числе написанных на лоа. Можно было на сей писать на лоа. Мы, кстати, пользовались этой возможностью. Например, очень легко можно было преобрабатывать данные, когда получаешь запрос на запись, например, класть сразу в несколько баз данных. Или строить какой-то более сложный индекс. Ну и так далее. Еще мы написали плагин, который позволяет, допустим, реализовать свой сетевой протокол. То есть мы могли не только по HTTP соединиться, но и по UDP, допустим, напрямую отправлять запросы какие-то. Ну, чтобы просто сэкономить на сетевых операциях. Результаты оказались впечатляющими. На самом деле, вот для небольших баз данных Kyoto Tikun по производительности был примерно такой же, как ММКШ. Но с ростом числа значений в базе производительность несколько снижалась. Но все равно нас она очень сильно устраивала. Однако возникла проблема. Когда мы попытались записать сразу 30 миллионов значений подряд, то производительность начала резко деградировать. Ну, то есть вот этот график показывает, что когда мы записали 2 миллиона значений только, то скорость записи упала до 250 в секунду. На самом деле, сервер практически не отвечал. Почему это произошло? А вот в чем дело. Просто Kyoto Tikun использует кэширование покластерно. Ну вот, предположим, у нас есть кластер. В нем, ну, к примеру, 100 значений. При попытке обратиться к одному этому значению, весь этот кластер загружается в оперативную память. При этом вытесняются предыдущие 100 значений. К счастью, именно в этот момент Google выпускает в open source свою встраиваемую no-scale библиотеку, базу данных, level.db. Мы решили уже смотреть в сторону движков. В чем особенность level.db? Как он хранит данные? Он хранит данные в ss-table файлах. Что это такое? Ну, это обычный файл, в котором последовательно записаны ключи и значения в ассортированном по ключам виде. Кроме того, этот файл неизменяемый. Предположим, допустим, что это нам дает? Очень просто. Ну, во-первых, конечно, очень быструю скорость линейного чтения. Последовательного. Ну, а если мы построим простой индекс еще к нему, тогда мы также сможем использовать быстрое и случайное чтение. А что же с записью? В записи все очень просто. Запись происходит в тот же самый ss-table файл, только находящийся в оперативной памяти. Назовем его memtable. Тогда вся запись происходит только в оперативной памяти. А при чтении уже данные сначала проверяются, есть ли они в memtable, а потом только в ss-table. Наглядно можно представить себе работу LevelDB таким образом. У нас всегда есть дерево, хранящееся на диске, и другое дерево, которое находится в оперативной памяти. При этом вся запись, естественно, идет в дерево, которое находится в оперативной памяти. А при чтении мы сначала проверяем дерево в оперативной памяти, а потом смотрим только на диск. Такой алгоритм называется LSM3. Он довольно уже не новый. Периодически вот эти ветки под деревьев, которые находятся в оперативной памяти, они сливаются с ветками, которые находятся на диске. Вот вы видите внизу. Для тестирования мы воспользовались теми тестами, которые идут уже в поставке LevelDB. Какие тестовые данные мы использовали? Мы взяли 100 миллионов записей размером 100 байт. В итоге база данных получилась размером 11 гигабайт. Обратите внимание, что overhead составил всего 10%. Но также мы использовали изжатие. При этом уже размер базы данных сокращался до 1 гигабайта. Ой, простите, до 6 гигабайт. А 1 гигабайт мы использовали размер кэша. Мы тестировали три движка. Вот синий график – это Kyoto кабинет 3. Красный график – это Kyoto кабинет хэш. Оранжевый – это LevelDB. Но вот Kyoto кабинет движки – это те, которые использовались и в Kyoto Ticune. Так вот, результаты оказались такими. При случайной записи LevelDB показывает просто огромное превосходство над Kyoto. Случайное чтение примерно у всех одинаковое, но все-таки у хэша сильно больше. Но мы помним, что при росте базы данных в Kyoto производительность будет деградировать. Вот у LevelDB такой проблемы не оказалось. Обратите внимание, какая быстрая последовательная запись и последовательное чтение у LevelDB. На самом деле вот эта скорость, в общем-то, сравни линейному чтению записи на диск. Оказалось. То есть, что это означает для нас, как для разработчиков? Если мы захотим загрузить базу данных целиком или, допустим, сделать бэкап, то мы это сделаем очень быстро. Ну, понятно. Google выпустил отличный движок. А что сделали мы? Мы взяли библиотеку LevelDB, дописали к ней сетевую часть, реализовав протокол JSON-RPC. Ну, для удобства. Также сделали MasterSlave репликацию. Еще мы добавили дополнительный функционал. Например, это метод InCat. Что он делает? Он инкременит значение в базе, но при этом, если в базе не найдено этого значения, он его просто добавляет. Но это удобно, это происходит атомарно. Ой. Второй метод — это UpdatePacket. Он позволяет обновлять данные, которые хранятся в виде сервизованного массива. Например, если мы хотим, ну, к примеру, проинкременитить несколько значений в массиве, то мы можем воспользоваться этим методом, и это тоже произойдет атомарно. Следующий метод — GetRange. Он позволяет получить сразу целый диапазон значений из базы данных, при этом достаточно указать только начальное и конечное значение ключа. Эти запросы оказались не такими быстрыми, поэтому по умолчанию мы их все отправляли на слайд. На слайде результаты. То есть, как у нас сейчас, какая нагрузка идет на LevelDB в продакшене. Это порядка 5000 запросов на чтение в секунду, при этом среднее время одной операции чтения занимает 0,6 миллисекунды. 1600 апдейтов и так далее. Размер базы уже превысил 200 миллионов записей, при этом никакой деградации производительности не наблюдается. Ну, как в Киото было. Сейчас также мы уже тестируем базу данных на 2 миллиарда записей. Тоже пока отлично все идет. Напоследок, я хочу обратить внимание еще на одну особенность движка LevelDB. Дело в том, что периодически во время слияния под деревьев вот в памяти и на диске. Среднее время ответа на запросы немного увеличивается. Ну вот посмотрите, синий график. Это среднее время ответа на get-запросы. Вот здесь это происходит каждые 10 минут. От чего это зависит? Это зависит на самом деле от того, какой объем оперативной памяти вы выделите для буфера записи. У нас этот размер составляет 128 мегабайт всего. Если его бесконтрольно увеличивать, тогда может это сильно отрицательно сказаться на производительности LevelDB во время слияния под деревьев. Тем не менее, 95% всех запросов у нас выполняется менее чем за вот одну миллисекунду. А 99% всех запросов менее, чем за 2 миллисекунды. Что в это время происходит с утилизацией диска? Она возрастает до 25%. Для мониторинга мы использовали Zabbix. Вот этот график от него. Также мы использовали свое решение BTP, это предыдущий график, доступный на GitHub. Подведем итоги. Совершенно не обязательно все простые запросы отправлять на MySQL. С ними прекрасно справится NoSQL. Сначала мы попробовали использовать TokioTierend, но у него были проблемы с отказоустойчивостью. Затем на смену ему пришел KiotoTikun, и стало ясно, что он подходит хорошо только для небольших баз данных. На больших у него начинает производительность деградировать. Тогда мы написали свой сетевой демон поверх готового движка LevelDB. Он показал отличную производительность. На самом деле, я рекомендую его попробовать. Спасибо за внимание. Задавайте вопросы. Спасибо. Подскажите, пожалуйста, насколько увеличилась нагрузка на MySQL после перехода на этот движок? То есть у вас была проблема именно в этом, насколько я понял? Да. Я сказал уже, что у нас четверть всех запросов составляли как раз вот эти запросы, которые мы перенесли на NoSQL. Но у нас было при этом полсотни MySQL серверов. Мы с них четверть нагрузки сняли. И сейчас эта нагрузка ушла только на один сервер с LevelDB. То есть таким образом освободились ресурсы. Понятно. И еще один вопрос. Не могли бы вы поподробнее рассказать про SSTable? То есть там была такая фраза, что это неизменяемый файл. Каким же образом тогда изменение это происходит? Да, хорошо. На самом деле там, конечно, есть еще нюансы, но основной момент, что SSTable – это просто файл, в котором последовательно записаны ключи и значения. Ключи отсортированы. Когда этот файл читается в оперативную память, то из него очень легко построить дерево, на самом деле, потому что значения уже отсортированы. Неизменяемый он только потому, что мы так решили, что давайте не будем его изменять. Это даст нам как раз вот те плюсы с очень быстрым последовательным чтением. У него есть индекс у этого файла. И вот за счет индекса еще и случайное чтение тоже быстрое. Запись происходит, как я уже сказал, целиком в оперативную память. При этом, когда заполняется вот этот буфер записи, то эти файлы просто на диск целиком последовательно записываются. Причем в отдельном потоке. Это не мешает там чтениям и другим операциям. Ну, то есть вы в качестве ключей какие значения используете? В качестве ключей? Да. Ну, у нас строки в основном где-то порядка там 10-15 байт. Нет, я имею в виду, какая структура у ключа. То есть какие данные он представляет собой. Ключи вы имеете в виду индекс, что ли, у SSTable? Ну, вы сказали, ключ-значение хранится. Ключи отсортированы по ключам, правильно? Да. В качестве ключа используется что? Какой-то идентификатор или что? То есть вы храните там… В качестве ключа используется просто строка, бинарная фактически. И вот они подряд в файле записаны там. Ключ-значение, ключ-значение, ключ-значение. Да, да, бинарная строка. Вы храните количество просмотров, то есть количество сообщений, какие-то счетчики. Да. И эта строка должна быть каким-то идентификатором, который указывает на этот счетчик, правильно? А, ну да. Хорошо. Хорошо. Вот счетчики, они привязаны к папкам. То есть фактически мы храним пользователя, идентификатор папки, вот из него получается такой ключ в виде строки. Соответственно, если мы знаем, о какой папке идет речь, мы сможем напрямую обратиться в нашу level.db и посмотреть, какой там счетчик. Да, то есть получается это как бы сама база данных, она уже является индексом, правильно? Ну поскольку отсортировано по ключам. Файл отсортирован по ключам. Погодите секундочку, я не совсем понял вопрос. Речь идет сейчас про базу данных в MySQL? Нет, нет, но имеется в виду level.db. Ну там же как бы я имею в виду базу данных, это вот этот файл, который со стейбл. Ну или там несколько файлов, я не знаю, как хранится. Простите, я все равно не очень понял вопрос. Ладно, не важно тогда. Извините. А вы можете подойти после просто выступления? Нет, мы в кулуаре просто обсудим и так далее. Так, можно, пожалуйста, такой вопрос. Вы говорили, что реализовывали дополнительно поверх две шкалы ODB свой набор функций. В частности была функция update packet, которую говорили, что она позволяет модифицировать атомарно сериализованные данные, хранящиеся в BD. В каком виде сериализованные данные там хранятся? Джейсон анходят. Ну то есть вот сейчас я расскажу немножко подробнее. На самом деле это очень интересный функционал, потому что он позволяет бороться с рейс кондишенами. Вот в принципе такие атомарные операции мы и делали для этого. Понятно, что PHP это многопоточное приложение все-таки. И у нас есть массив, например, несколько сразу счетчиков. Но на примере сервиса мессенджера можно сказать, что это счетчики прочитанных сообщений, непрочитанных, и в принципе все счетчики касательно одной папки. Соответственно, когда пользователь один пишет, пользователь другому, то мы увеличиваем сразу два счетчика. И общее количество сообщений, и непрочитанных. Плюс к этому мы еще обновляем поле последнее время изменения этих счетчиков. Мы его даже не приметим, а просто с этим. Так вот, и вот поэтому эта ситуация очень частая. И вот чтобы не было расходистов, мы решили сделать атомарную операцию такую, где мы указываем просто, какие счетчики проинкрементить, насколько, какие установить, тоже какое значение, дефолтные значения указываем. И это происходит атомарно. Так вот, а получается, если вы реализуете свой сетевой уровень, то есть в JSON-RPC поверх level DB, и вот при обращении к какой-то конкретной записи у вас выстраивается очередь запросов к этой записи. То есть, например, у вас два пользователя одновременно послали сообщение. То есть, получается, нужно обновить счетчик два раза. Да, так и есть. То есть, две атомарные операции, получается. А какой прирост производительности был бы, если вы используете, например, не JSON, который надо каждый раз заново распарсить из текстового вида. Например, там JSON-Конбинарный формат свой. Вы не рассматривали такой вариант? Да, рассматривали такой вариант, но вот по производительности самих движков понятно, что если мы говорим об операциях Update Packet, то видно, что вот наш демон сейчас работает, ну, отрабатывает одну операцию Update Packet за 0,6 миллисекунды. Так что, в общем-то, очередь это даже не копится. С одной стороны. С другой стороны, на самом деле, вот эти… Сейчас. Вот эти запросы, которые идут, это не то, чтобы Get по одному ключу, и не то, чтобы Update Packet по одному ключу. Мы по умолчанию делали такую архитектуру сетевую, что можно указывать сразу кучу значений. То есть, Get у нас там, допустим, обычно сразу шесть ключей. Мы спрашиваем, если Update Packet аналогично, мы там два или три сразу обновляем. То есть, на самом деле, производительность еще выше, если работать только с одним ключом. Эти наработки куда-нибудь потом будут выкладываться в Open Source? Да, мы сейчас работаем над этим. Будет доступно вот в этом репозитории нашем на GitHub, Mamba.ru. Вот мы выложим его туда. Хорошо, спасибо. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я как бы посмотрел уже доклад, и вы в первом слайде сказали, что мы отказались от Redis, но в конце, в принципе, у вас получилось все то, что есть в Redis из коробки. То есть, тот же атомарный инкремент, мастер-слейв. Redis также умеет сбрасывать все на диск. Вы сказали, что у вас там 11 гигабайт данных, но это проблема найти сервис с 16 оперативной памяти. То есть, почему все-таки. Спасибо. Дело в том, что вот про 11 гигабайт, когда я говорил, я говорил о том размере, на котором мы тестируем. То есть, мы запускали тесты, мы брали три движка и делали универсальный тест, то есть, одинаковые, чтобы они были, чтобы можно было как-то их сравнить друг с другом. На реальных данных, вот сейчас у нас уже получается там порядка 20 гигабайт, причем это сжатых данных. И это в продакшене уже работает. Мы тестируем еще больше. То есть, мы планируем очень сильно увеличивать эту нагрузку. То есть, размер базы данных уже тестируем на 2 миллиардах записей. И в конце концов, тут бесконечно не получится. Ну, поставьте два сервера. Ну, просто оперативной памяти сейчас нет проблем, по-моему. Я понимаю, что нет проблем, но вот мы изначально подумали, какой сервер нам подойдет идеально под наш профиль нагрузки. То есть, у нас в онлайне, к примеру, сидит, ну вот, как я говорил, 1% пользователей. Соответственно, данные актуальны только вот для этого 1% пользователей. Остальные, они бы просто висели в памяти, ну и все. И ничего бы с ними не происходило. Нам показалось, что это как-то не сильно оптимально. И вот поэтому мы начали смотреть в сторону решений, которые бы не упирались в память в случае чего. Редис, да, отличное решение. Добрый день, Алексей Палаченко, компания Skype. Я хотел, может быть, продолжить вопрос предыдущий. На первом слайде вы сказали также, что вы отказались от PMK-HDB. Он, в свою очередь, использует Berkeley DB, который довольно гибко настраивается. Пытались ли вы это делать или сразу от него отказались? Ну, может быть, не так сильно долго мы это пытались сделать, как хотелось бы. Но какое-то время действительно мы пытались ее настраивать. Но все равно из-за того, что очень много было операций записи, у нас получалось так, что все равно во время высокой нагрузки, когда и чтение, и запись идет, когда происходит синк данных на диск, в этот момент все равно все вдупляло. Причем реально очень сильно, вот в 100 раз. Примерно там, ну то есть до десятков записей в секунду. Такой деградации мы не ожидали производить именно в эти моменты. Но я скажу такой пример. У нас получалось, что раз в 5 минут у нас вдуплял жесткий диск, причем утилизация возрастала на 100%, не на 25. Примерно в течение 30 секунд. И так каждые 5 минут. Но это показалось совсем как-то неправильно. Долго не разбирались на самом деле. Может быть сейчас уже, это было уже достаточно давно, года 3 назад. Может быть сейчас уже там оптимизировали что-то, и как-то это решение развивалось дальше. Я не следил за этим уже. Мем КЖДБ не развивается уже, и он за 3 года там не был ни одного коммитера. Но то, о чем вы говорили, это в принципе настраивается. Здорово. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Как я понял, вы используете новую SQL для хранения счетчиков сервиса сообщений. В том числе. Такой вопрос. Где вы храните сами сообщения, то есть данные? Если вы храните отдельно от счетчиков, как вы добиваетесь синхронизации счетчиков и данных? И второй вопрос. Если счетчик изменяется вместе с данными, значит эти сообщения пишутся и читаются так же часто, как и счетчики, но вы их храните где-то в другом месте? Спасибо. Спасибо за вопрос. На самом деле очень просто. Сами сообщения хранятся в MySQL базе данных, в обычной таблице. А счетчики хранятся в LLDB. Добиваемся. Ну, понятное дело, что сделать транзакцию, чтобы она была распределенной, то есть смотреть, что в MySQL закоммитилось, потом в LLDB. Но это довольно сложно реализовать, но это довольно сложно реализовать. Но возможно. Поэтому мы, в общем-то, когда коммитим транзакцию в MySQL, допустим, добавляем сообщения и увеличиваем там счетчики, то после этого мы делаем апдейт в LLDB. Таким образом, ну, конечно, там есть процент ошибок, и мы его отслеживаем. Дело в том, что у нас есть еще такой механизм, когда при прочтении данных мы сравниваем, действительно ли вот то, что пользователь видит на экране, допустим, у него там три контакта, а счетчик показывает пять. Вот, если пользователь такой может наблюдать, мы эти ситуации тоже отслеживаем. И сразу запускаем корректировку счетчиков. Вот, и как показывает практика, такая корректировка происходит, ну, очень редко. То есть в основном все-таки нормальные данные. При этом, если они начинают биться, то мы видим там всплеск этих корректировок, сразу что-то фиксим. То есть это не такая большая проблема на самом деле. И второй вопрос был про… Не могли бы повторить вторую часть вопроса? Я спрашивал сами. А, как часто читаем. Да, спасибо. Вот на самом деле сообщения читаются где-то раз, ну, там, до тысячи в секунду. А счетчики у нас показываются практически везде. То есть когда у пользователя есть какие-то непрочтные сообщения, мы ему их показываем сразу в меню. И поэтому практически на каждой странице, где происходит хит, все эти счетчики загружаются и показываются, если что. Поэтому сообщения читаются реже гораздо, чем сами счетчики. Здравствуйте. Вы сказали, что вы реализовывали мастер-слейв-репликацию, но в тот же момент вы сказали, что вы используете один сервер. Могли бы вы об этом немножко рассказать? И правильно я понимаю, что исходными данными для репликации у вас… Вот те два процента, вот этот write-ahead lock, вы оттуда данные берете для репликации, то есть для слейва или нет? Да, вот данные для репликации мы храним в оперативной памяти и отправляем на слейв. Почему я сказал, что один сервер используем? На самом деле их два, то есть мастер и слейв. Но основная нагрузка идет строго на мастер. То есть это все апдейты, сеты и так далее. А вот на слейв очень мало идет. Он у нас в основном для бэкапа и для чего-то такого. Это в сравнении с тем, что когда мы реализовали архитектуру для токетир, мы вынуждены были два сервера использовать и между ними шардить нагрузки. Здесь такой необходимости нет, так как консистентность данных сохраняется в случае падения сервера. Я понял. Ну а вот по поводу откуда слейв берет данные. То есть у него данные обновляются в момент записи на… То есть у него какая-то очередь, из которой он эти данные обновляет? Да, так и есть. То есть а вот эта очередь, она не этот write-ahead-log, который вы храните на диске? То есть у него свое… Своя очередь, да. Write-ahead-log это вот тот функционал, который уже реализован в level.db был, свой собственный. А мы реализовали чуть повыше уровнем, просто копим очередь и отправляем ее на слейв. И сколько вы эту очередь храните? Какой длины она? То есть пока слейв не прочитает, он, когда читает, ее вычищает или… Ну, когда он читает ее, да, то эти данные оттуда вычищаются. Но если она там сильно заполнится, то мы можем ее записать на диск тоже. Ну, такого не случалось. А слейв может быть один только? Слейвов может быть сколько угодно. На самом деле поддерживается там даже два архитектурных решения. Первое архитектурное решение – это когда у нас есть мастер и слейв, при этом слейвы могут быть, их много, причем они могут быть каскадно даже. То есть вот один мастер, там два слейва, дальше еще там десяток слейвов от этих слейвов. И второй вариант – это когда мы можем реплицировать мастер-мастер. То есть мы можем на самом деле сделать и так тоже. Ясно. Спасибо. Спасибо. Очень интересный доклад. Мы используем MongoDB для математических расчетов. И есть проблема с тем, что когда мы заливаем туда 5 миллионов записей, пока она строит индекс, она перестает отвечать. Как здесь это получится? Или нам, если мы перейдем на другую СОБД, побороться с этой проблемой? Да, вот как раз-таки пример того, о чем я и говорил. На самом деле из-за этой же проблемы мы ушли от Kyoto-тикуна. Потому что когда мы туда попытались записать, ну очень много данных, то мы ожидали, конечно, что он просто запишется и все. А оказалось так, что он перестал отвечать на get-запросы и там уже не тысячи в секунду записей показывал, а там всего 250 максимум. И при том, что это мы в один поток записывали последовательно. При этом использовали Kyoto именно хэш-таблицу. Вот. С levelDB как раз такой проблемы нет. Почему я уже сказал? Потому что вся запись происходит в оперативную память. Ну вот представьте, вам нужно записать последовательно там несколько миллионов записей. Они идут на levelDB, на сервер, записываются в оперативную память, причем тоже последовательно, в общем-то. Потом раз в какое-то время, когда заполняется буфер записи, этот кусок данных скидывается на диск в параллельном потоке. Вот, собственно, когда нагружается до 25%, повышается утилизация точнее. А в это время сервер продолжает также спокойно отвечать. Ну, единственное, вот то, о чем я сказал, что средняя скорость ответа может колеблется. Ну вот пики есть до одной миллисекунды, это среднее время ответа. Но в основном все равно вы видите, что среднее время ответа во время даже мерзжа веток, оно примерно 0,7. Ну вот это по верхней границе, если судить. А в периоды между слияниями деревьев оно вообще 0,5. Это полмиллисекунды. На слейвы? Нет, асинхронная. Если мастер потеряется, то слейв будет ждать, пока он поднимется. Все очень просто. Когда он поднимется, он заново переконнектится и перечитает данные. Потрясающая история. Спасибо за вопрос. Конечно, мы очень просто. Если у нас падает сервер мастер, да, ну понятно, что мы можем там два мастера поставить и там два слейва. Но на самом деле сейчас у нас уже три сервера мастера, есть три слейва. Но вот сейчас, если мы говорим про сервис мессенджера, то это один мастер, один слейв. Если мастер совсем упадет, то есть вот он даже не захочет подниматься после этого, то мы очень просто. Мы тогда даем нагрузку на слейв и говорим, что теперь ты мастер. Вот и все. И у нас тогда остается пока один сервер, пока мы другой поднимаем. Ну вот, действительно, это вот нерешенная проблема сейчас остается. Если взять и совсем вот убить мастер и потеряется вот та очередь, которая не успела отправиться на слейв. Но дело в том, что на слейв обычно вот в нашей архитектуре… Я прошу прощения, тут вот подсказывают, среднее время лага на репликацию. Может проще так будет. А, да это меньше миллисекунды. Вопросов нет. Можно еще вопрос последний от меня? Вы сказали, что вы используете два сервера под левел деби, правильно я понимаю? Да, мастер и слейв. И они, эти сервера используются выделенно под левел деби? Ну, то есть на них только левел деби крутится, нет? Ну, да. А почему тогда нельзя туда этот MySQL поднять отдельно под счетчики и использовать его? Насколько я понял, у вас проблема была в том, что вы этими запросами грузили другие сервера с данными уже. Почему бы не использовать MySQL для этих счетчиков и использовать только его для счетчиков? Так, ну, дело в том, что MySQL не выдержит таких нагрузок-то. Вот, то есть мы могли оставить, в принципе, MySQL сервера там же, где они были и вот использовать те 50, которые у нас есть, но мы как раз и хотели снять с них четверть нагрузки вот со всех этих 50 серверов. Для этого заюзали всего лишь два сервера вот. И причем они не особо нагружены получились даже. То есть можно увеличивать базу данных и число запросов на левел деби очень сильно. То есть у нас очень много, ну, не только вот счетчики сообщений, у нас разные флаги там, другие какие-то данные, относящиеся к пользователям. У нас тоже плавно переезжает уже в левел деби. То есть использовать выделено серверы, выделено подсчетчики на MySQL это был не вариант. Вы не тестировали его или вы принципиально знали, что он не потянет? Мы не тестировали его даже, потому что, ну, какая разница, один сервер MySQL выделять подсчетчики, еще один дополнительный, 51 или 52, если у нас и так уже есть 50 серверов и там эти счетчики тоже хранятся. Ну, там ведь были другие данные, другие запросы, которые тоже и грузили эти сервера. Да, но я, как уже сказал, что четверть всех запросов, ну, даже на самом деле еще больше, это составляли только на работу со счетчиками. А как же Handler Socket? Вопрос такой вот, а как же серебряная пуля, как Handler Socket? Пробовали? Да, сейчас мы его уже протестировали успешно. Собираемся даже внедрять. Ну, не для счетчиков, скорее для того, чтобы авторизовать пользователей, потому что сейчас у нас под это используется отдельный демон. Действительно, Handler Socket очень хорошо работает. На тот момент он показал меньшую скорость, когда мы тестировали. И плюс он какой-то немножко сыроватый. То есть, например, шаг влево, шаг вправо у нас получалось с помощью Handler Socket насоздавать кучу записей. И, допустим, первичный ключ у них был один и тот же. Вот. И, то есть, очень осторожно нужно с ним работать, особенно на запись, к примеру. Потому что потом база данных просто не встанет. Придется что-то делать. Спасибо. Здравствуйте. Меня интересует, у вас очень много памяти выделено на кэш, значит, вы его хорошо используете. А как у вас с холодным стартом при этом? Приседаете? Ну да. Понятное дело, если у нас используется MyScale MMCash, то, к примеру, когда все падает, а потом все поднимается, все лежит заново. Но вот с левел ДБ, в частности, и последовательное, особенно последовательное чтение происходит вообще со скоростью чтения с диска. Вот. Поэтому, на самом деле, если у нас все падает, то он все поднимается, то проблема с левел ДБ возникает, ну, точнее, она не успевает возникать, в принципе. Я думаю, он очень хорошо справляется и со случайными чтениями тоже. Вот у нас есть вот эти результаты тестов. Вот здесь левел ДБ на случайном чтении показывает производительность 15 тысяч чтений в секунду. Это на холодном старте? На холодном, да. Ну, это просто тесты, они запускаются, разная нагрузка дается, с нуля записывается там файл, читается и так далее. Ну, понятно, что это данные тестирования самого движка. Сетевая часть, конечно, дает свой эффект негативный и снижается эта скорость. Но, в принципе, она будет сопоставима в любом случае. Ну, я так понимаю, что это момент, когда мы записываем, то есть это момент, когда у нас еще все в оперативке. А если мы уже скинули на диск и стартовали, у нас этого всего в оперативке нет, и нам приходится все поднимать в оперативку, соответственно, выстраивать там индексы, и это все равно займет какое-то время. Такие тесты вы проводили? Смотрите. Во время старта, холодного, к примеру, идут куча запросов. В это время файлы с диска подтягиваются в кэш. Причем вот там есть отдельный буфер, про который я говорил, буфер записи 128 мегабайт, и кэш, мы под кэш выделяем вообще 40 гигабайт. Ну, то есть там памяти дофига на сервере, 40 гигабайт мы просто выделили для кэш. Вот. Поэтому как только начинают случайные чтения происходить, или там последовательные, на холодном старте, то вся эта информация сразу поднимается в кэш. И оттуда уже берется. Спасибо. Спасибо. Спасибо.